Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии радио «Болтком» в Риге программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас на связи по скайпу из Москвы программный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Белина. Маша, доброе утро. Привет. Слышно? Очень здорово. Привет. Спасибо большое, что подключилась. Поводом пригласить тебя сейчас сюда в скайп стало, конечно, очень странно, что сейчас мы осенью разговариваем. Вот я сейчас сегодня утром вдруг подумала, как это странно, что мы разговариваем в октябре. Потому что обычно в это время мы могли встретиться в Риге, напрямую, как бы вместе. Да, или в Валене территории. Да. А сейчас мы разговариваем по скайпу и будем обсуждать основной фестиваль, который обычно проводится в марте-апреле. Да. Потому что этот год отменил не только премьеры в обычных театрах репертуарных, но он и нарушил все фестивальные планы во всей Европе. Практически все фестивали ушли в какие-то онлайн-показы, сделали какие-то важные для них премьеры в прямом эфире. И отменили все свои гастрольные программы. А что с «Золотой маской»? Ведь когда вы начинали в этом году весной в марте, мне еще казалось, что вы продержитесь. Ведь у фестиваля такая программа, что сначала эксперты отбирают лучшие спектакли, составляют из нее большую программу фестиваля. Потом фестиваль «Золотая маска» приглашает участников, потенциальных лауреатов, ну то есть всех номинантов в Москву. В Москве показывается целиком программа тех спектаклей, которые номинированы на главный приз национальной российской театральной премии. И в конце жюри все это время смотрит эти два месяца, не вылезая из театров, просто с утра до вечера. И потом жюри принимает решение, и большая красивая в финале церемония вручения вот этих призов. Интрига остается до самого последнего момента. И тем самым где-то в середине апреля обычно завершается фестиваль, и дальше начинается следующий год и подготовка к следующему году. В этом году все планы изменились. Вот, Маша, что у вас было в марте? Что у нас было в марте? Мы последний спектакль показали 17 марта. Жюри. 16 марта последний спектакль посмотрели зрители. Потому что был такой момент, который буквально просуществовал, наверное, сутки, когда у Космера Москвы, запрещающей массовые мероприятия, не распространялся на аудиторию до 50 человек. И какой-то был буквально день, когда мы размышляли, показываем ли мы спектакли малой формы. Но тут важно сказать, что действительно до, в течение, наверное, уже с конца февраля, в начале марта, да, тревожность все нарастала. Было понятно, что мы идем к каким-то серьезным изменениям, переменам в нашей обычной жизни. Очень было понятно это по Европе. Мы следили за тем, что происходит в европейских театрах. Меньше с фестивалями. Тут связь, потому что в Европе весной не так много каких-то заметных фестивалей. Поэтому мы просто смотрели на то, что происходит в Европе с театрами. Они начали закрываться. И, конечно, ожидание того, что это дойдет до России, было вполне себе серьезным, реалистичным. Поэтому в такой тревожности мы прожили это все время до середины марта, пока не наступила отмена. Тут еще важно понять, что дело же не только в том, что власти начинают запрещать. Ты сам начинаешь постоянно думать о том, в какой ситуации находится фестиваль, как это работает в отношении театров, которые приезжают на гастроли, зрителей, которые приходят в залы, на самих команды, которые с этим работают, постоянно приходя в театр, постоянно встречая людей. И в этом смысле моральные, этические выборы, да, они не менее серьезные, чем ожидание того, что тебе какое распоряжение придет из Департамента культуры, из Министерства культуры или из Мариингорода. Машинка, можно я тебя на секундочку отвлеку таким вопросом? Вот только что здесь в предыдущие полчаса была программа на радио о том, что в Риге Министерство здравоохранения приняло решение о внедрении практики медицины катастроф. Ну, то есть то, что называется триаж в медицине, когда идет сортировка на входе, когда ты должен на входе отобрать, такое очень жесткое и страшное слово, кому помогать, а кому нет. Вот наша общая знакомая, я думаю, с тобой режиссер Яна Рос, это весной в Цюрихе делала большой онлайн-проект, связанный тоже и с театром, и с обществом, который так и назывался, триаж в этой ситуации, вот ковида. И ты сейчас стала говорить о том, что это большая ответственность, когда ты понимаешь, что с одной стороны приехало большое количество театров, которые нашли деньги в регионах на поездку, фестиваль выделил деньги на их прием в Москве, вложены огромные деньги в эту во всю организацию, и это же не 100 человек, не 200, у вас там тысячи человек закручены одновременно. И как принять такое ответственное решение, когда ты в какой-то момент сидишь и думаешь, ну, всё, мы отменяем всё, всё идёт, в общем, прахом, по большому счёту, вся подготовительная работа в течение года. Но ты понимаешь, что ты делаешь правильный выбор? Сложно сказать, Женя. Это с нами до сих пор. То есть это невозможно ретроспективно посмотреть, потому что сейчас мы в ситуации не менее трудной, и, может быть, даже более, потому что мы знаем чуть больше. И понимание, что сейчас оно ещё более какое-то объёмное с тем, что происходит. Поэтому, конечно, да, с одной стороны, легче всего сказать, здоровье важнее всего. С другой стороны, здоровье, оно не только физическое, но и психологическое. И мы понимаем, что театр и... Ну, то есть мы надеемся, но одновременно, мне кажется, что всё-таки мы как-то отдаём себе вполне трезвый отчёт в том, что театр – это не просто какая-то виньетка и развлечение в нашей жизни. Он необходим, необходим тем, кто работает в театре, необходим тем, кто ходит в театр. Поэтому тоже какой-то момент, да, вот входящий в рассуждение о том, как это важно или неважно отменять спектакль. Море просто в этом каких-то факторов бесконечных. Конечно, пока не наступает указ власти, да, мы можем в этих аргументах ходить, как в саду расходящихся тропок, да, финансовых, физического здоровья, психологического здоровья, организационных, продюсерских, масса всего, да. И сейчас это всё снова с нами, потому что, перенеся фестиваль на осень, мы очутились во второй волне. И, конечно же, сейчас вот это чувство ответственности перед театрами, перед зрителями, перед членами жюри, которые перенесли тоже свои планы и смотрят спектакли. И, конечно же, тоже переживают огромную ответственность как за свою работу, так и за здоровье, да. И, ну, я, честно говоря, ну вот всё это время, ну, это практически всё, о чём мы говорим друг с другом, с друзьями, с близкими, с коллегами, да, что мы всё время обсуждаем. И, конечно, пока не спускается этот высочайший указ, мы входим в это, но в итоге действительно получается, что, ну, лишь, и у меня, в общем, в этом смысле нет сомнений, что и, руководствуясь какими-то, может быть, и ещё другими факторами, которых мы догадываемся, безусловно, да, власть тоже принимает те или иные решения. Мы не отменили фестиваль в принципе, мы перенесли его на осень, мы сейчас столкнулись со всем вот этим бесконечным букетом аргументов. Стараемся вот эти последние 10 дней фестиваля, которые нам остались до окончания, до окончания просмотра жюри спектакля, дотянуть вот в этом постоянном контроле, да, в постоянном контроле безопасности друг друга, здоровьем. Действительно, ну, собственно, это очевидно, да, что в театрах сильно озабочены мерной безопасности. Можно сколько угодно говорить, как это работает, но это действительно то, что как бы собирает, то, что сильно дисциплинирует. Я это по себе просто. Каждый из нас это по себе физически чувствует, да. Поэтому мы стараемся и, ну, что, вот при этом совершенно не расставаясь со всем букетом этих вопросов, которые мучительны, довольно мучительны. Я хочу сказать, что для меня всегда, например, был большим вопросом, ну, много вопросов, связанных там с организацией такого рода фестивалей, ну, и особенно театров и оперных фестивалей, где, например, там приходят периодические распоряжения, не рекламировать алкоголь, не рекламировать сигареты. Я всё время думаю о том, что это так странно. Люди, которые выбирают такой способ времяпровождения, как зрители, да, и люди, которые выбирают такой образ жизни, как те, которые занимаются этим видом искусства, они, на мой взгляд, достигли какого-то определённого уровня ответственности перед собой и перед тем, с кем они работают. И уж как бы повлиять на этих людей и думать о том, что они как-то подвержены какому-то… Пропагандировать. Да, да, да. Это очень сложно. Ты можешь что-то рекомендовать, но навязать никакого точку зрения ты не можешь. И с этой точки зрения и ответственность руководителей в театрах всегда очень высокая. Люди, которые занимают посты как руководители, как директора театров, как те, кто занимаются театральным делом, они обычно очень остро реагируют на всё, что происходит вокруг. И я знаю, что вопросы безопасности для любого руководителя театра в любых условиях, не только тех, в которых мы сейчас находимся, а в любых условиях – это одни из самых важных вопросов, наверное, в жизни всё равно. Конечно, конечно. Маша, вопрос. Но ведь сейчас осенью вы какие-то спектакли в Москве показываете фестивальные или в каком-то другом формате фестиваль всё-таки проходит? Давай я расскажу, как это сейчас работает. То есть что касается «Золотой маски» 2020 года. Вот в марте мы остановились 16 марта, показывая зрителям последние спектакли в наших неконкурсных программах. Детский уикенд у нас ещё заканчивался ко всему прочему, да, и мы успели показать программу «Маска плюс». Это внеконкурсные спектакли. Что касается конкурса «Золотой маски» 2020 года, то успели показать не так много драматических спектаклей и какую-то чуть большую часть музыкальных спектаклей. Но, тем не менее, конечно же, основной объём фестиваля, а участники фестиваля, как ты и сказала, равно номинанты «Золотой маски», не успели показаться в Москве, остановились, была пауза. Затем, когда весной стало более или менее, ну, к концу весны, да, в начале лета стало более или менее понятно, что можно подумать о планировании, о каких-то возможных способах осенью. Да, и когда мы останавливали фестиваль, мы действительно его не отменяли, мы говорили о том, что как только будет что-то более ясное, что-то станет возможным, мы возобновим показы. Это было сразу в нашем заявлении команды фестиваля, дирекции «Золотой маски» и учредителя «Золотой маски» «Союз театральных деятелей». И как только стало понятно, что мы можем планировать, наша команда, мои коллеги, которые занимаются, собственно, логистикой фестиваля, да, расписаниями, описшей всеми техническими вопросами, начали связываться с театрами для того, чтобы действительно обсуждать конец августа, сентябрь, октябрь для возможных показов жюри. Здесь мы, конечно, предполагали сразу, что не все смогут приехать в Москву по разным причинам, организационным, потому что проще в жюри доехать до города. Действительно, тут огромное тоже количество факторов и технических, и организационных. И частично спектакли остались в регионах, в своих городах, в Петербурге, в городах России, и мы планировали, что жюри поедет смотреть. Собственно, так и случилось. Но большая часть фестиваля, большая часть фестиваля и номинантов приехали в Москву. И сейчас с сентября по 30 октября у нас, собственно, афиша «Золотой маски» 2020 года в Москве. Расписание, которое было опубликовано, оно было довольно плотным. И оно, в общем-то, соответствовало тому, как мы живем весной, то, о чем мы вспоминали, март-апрель. И лишь некоторые спектакли были показаны жюри именно на месте, на домашних сценах. Надо сказать, что совсем немного, то есть вот когда ситуация начала снова ухудшаться, да, очевидно, стала большая вероятность отмен. Не так много их случилось. Театры приезжают, сдавая тесты. Здесь те, кто работают на площадках, тоже регулярно сдают тесты и проверяются. Само собой, в московских театрах еще и как бы самостоятельно они сами театры, сами площадки осуществляют весь этот комплекс мер безопасности. Так что в этом смысле как бы все собрано ради того, чтобы максимально поддержать, проконтролировать устойчивость этого процесса. И отмен случилось у нас буквально 2 или 3, я сейчас могу ошибиться, ну, то есть буквально вот чуть-чуть. И даже один спектакль, который мы отменили, Архангельский, он все-таки приедет. Мы нашли способ найти им снова площадку для Архангельского театра, и они покажут свой спектакль сейчас в конце октября. Вот, это вопрос, Маш, который я хотела задать. Ведь когда мы говорим о Москве, ну, все понимают, что Москва огромный город, много театров, но все всегда знают, что середина марта, середина апреля, это большой фестиваль «Золотая маска», все планируют свою жизнь от этого. Вы заранее планируете площадки, с которыми вы работаете, где будут показаны гастрольные привозные спектакли. И когда вы сейчас перешли на осень, вы же совпали теперь с другими фестивалями, которые обычно проходят осенью. И это параллельное проведение фестивалей, оно усложняет жизнь и одним, и другим, собственно, и зрителям тоже, которым приходится выбирать теперь, куда идти, на ваши спектакли или на спектакли, которые показывает фестиваль территории, или кто-то еще. То есть это такая... Заложено было. Да, тут очень важная составляющая. Мне кажется, это такая солидарность, взаимная поддержка в профессии. Вот тех людей, которые занимаются театром и помогают друг другу, понимая общие сложности, в которые мы все попали. Да, да, совершенно верно. Конечно, когда мы обсуждали в начале лета, насколько легко или трудно нам будет найти площадки осенью, мы предполагали, что, во-первых, театры вернутся к тому, чтобы показывать свой репертуар, и будут заинтересованы в этом. И действительно будут фестивали, которые мы все осенью знаем. Ну что же, во-первых, мои высокопрофессиональные коллеги действительно занялись этим достаточно заранее, понимая всю логистику, и это удалось. Потом ты права, совершенно действительно есть вот это взаимное понимание, умение переговаривать, договариваться, идти навстречу у всего нашего московского театрального сообщества, и не только в этом смысле московского, так как вовлечены театры из России. Поэтому площадки нашлись вполне себе. Это ужасно круто на самом деле, Маша. Да, конечно. Это все действительно очень... Я думаю, что вдохновляет. Вдохновляет. Вдохновляет, да, совершенно верно, потому что когда ты видишь, как... Ну, во-первых, как мы знаем, да, все постоянно друг с другом советовались, переговаривались, обменивались какими-то соображениями, наблюдениями, потому что, ну, было же совсем непонятно, как мы вернемся к этому, да, что с этими пресловутыми рассадками, масками в зале, проходом зрителей. Ну, да, вот этим всем, да, и видно было, что с самого начала, и в этом смысле, еще СТД очень все-таки включился, союз театральных деятелей действительно объединяет профессионалов, руководителей театра, и не только руководителей театров. Ну, мне кажется, Маша, извини, мне кажется, тут еще очень важная роль у СТД и у самого Александра Александровича Калягина в том, что он на связи все-таки с властью и доносит какие-то вещи до руководства. Да, да, да. Тут есть вот эта обратная связь. И Ревякина, и Мария Всевна, и Деревякина. В этом смысле, да, тоже есть способность, есть и возможность, и способность, да, аргументированно рассказывать о том, что все-таки разумно, что рационально, что не совсем, да, так скажем. Так что, да, ну, прекрасно, что сейчас идет территория, да, с одной стороны. То есть, как мы, вот мы вчера с Мариной Давыдовой встретились на спектакле территории, ну, на спектакле, так скажем, перформансе, да, они Алихина и вспомнили, как мы на том же ровном месте в МОМА, на Петровке, стояли 12 марта на спектакле «Сосед» Волкострелова, да, который показывали на «Маске», на «Маске плюс». И мы вспомнили, что мы более или менее в тех же выражениях, да, делились вот этим вот всем, о чем мы вначале говорили, да, предощущением того, что все меняется. Совершенно неоднозначенным, двойственным чувством. То есть, с одной стороны, в Москве играют спектакли, мы рады, что это происходит, мы действительно понимаем, насколько это важно для театра, мы понимаем, насколько это важно для нас самих, да, тех, кто рядом с театром, внутри театра. Мы понимаем, что мы не можем так просто сами по собственной воле остаться дома, да, потому что, ну, чувствуем какую-то постоянную ответственность за коллег, чтобы, ну, да, чтобы они видели наши лица, чтобы мы все встречались, да. И одновременно мы понимаем, что это, ну, в высшей степени небезопасно. Вот. И мы, ну, действительно, это как бы не дежавю, а реально, да, мы вот 12 марта и 20 октября, 21 октября, буквально говорим об одном и том же, при этом прожив все эти предыдущие месяцы. И имеем уже другой опыт, да. Да, конечно, да. И снова оказались в этой ситуации. Маша, а можно я спрошу тогда вот? А у меня еще два вопроса, просто чтобы мы распределились, мы успели. Да. Один вопрос касается того, что вот сейчас жюри досмотрит, понятно, там, в разных вариациях, как вы можете это организовать, сделает выбор, но дальше та церемония, которая всегда, которая всегда была такой фирменным стилем золотой маски и привлекала большое внимание. И это был всегда такой праздник, из сбор всех артистов со всей России приезжали же номинанты красивые, нарядные. Я помню, как, помнишь, приезжали ребята из Нового Рижского театра, когда получали маску за спектакль «Долгая жизнь». Да, конечно. Какие они были красивые и прям выделялись в этом зале. Да, иностранцы же приезжали раньше, получали призы за лучший зарубежный спектакль сезона. И как сейчас для вас, ведь это тоже было очень трудным решением, вы объявили о том, что церемония будет проведена онлайн. Да. И посыпались, конечно, разные комментарии, в том числе, как вы будете маски телепортировать. Ну, значит, чувство юмора не отказывает. А с другой стороны, всё равно, конечно, когда всерьёз об этом думаешь, думаешь, как это всё жалко, что нарушаются вот эти прямые связи и контакты. Что, как, и вообще можем ли мы тут, зрители, которые всегда были лишены возможности посмотреть церемонию, только в телевизоре, можем ли мы каким-то образом подключиться и посмотреть её в реальном времени? Да. То есть, ответ на последний вопрос сразу скажу, что мы будем транслировать церемонию в прямом эфире на портале Rambler и в соцсетях «Золотой маски». И пока нет полного понимания, насколько это будет возможно без всяких ухищрений для стран Евросоюза. То есть, понятно, что Россия это смотрит действительно без всяких ограничений. Мы это будем выяснять, обязательно напишем для действительно иностранных наших друзей зарубежных, как подключаться, легко ли это будет просто одним кликом, или нужно будет всё-таки всё, что мы умеем использовать, VPN, плагины и так далее для этого. Но церемония будет транслироваться на портале Rambler, а в записи мы её безусловно сохраним, и она будет доступна. Что касается решения, ну тут действительно уже не нужно было дожидаться каких-то государственных более изъявлений по этому поводу. Это действительно какое-то внутреннее, профессиональное было решение наше, потому что одно дело, как нам кажется, играть в спектакли со всеми мерами безопасности, с обязательными масками и стараться всё-таки, чтобы театры работали. Другое дело, когда церемонии, мы понимаем, что её важнейшая составляющая это не только вручение наград и получение этих прекрасных наград золотой маски, но именно встреча, объятия, поцелуи, рукопожатия, тесный, очень тесный контакт. Это то, чего действительно все ждут. И, наверное, именно поэтому церемония становится такой важной, потому что все, наконец, встречаются в таком совершенно большом, огромном количестве, что всегда это были какие-то большие театры. Представить себе сейчас это невозможно. Очевидно, это какое-то обречение себя на совершенно абсурдную ситуацию. не говоря уже о реальной опасности для людей. Поэтому приняли такое решение. У нас в принципе же обязательно мы должны были решать по поводу двух церемоний вручения премий «Золотая маска». Одна главная, основная, которую все знают. Другая появившаяся последние несколько лет. Мы отдельно проводим церемонию вручения премий за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Это премия «Бувшая честь и достоинство». Мы ее выделили из основного конкурсного церемония. Для того, чтобы действительно сделать какой-то отдельный хороший праздник не пробегом, не в торопях для тех людей, которые являются славой русского театра, российского театра. И по поводу этой церемонии тоже было довольно ясно уже в октябре. Она должна была быть 16 октября. Уже в начале октября было понятно, что... Ну да, там уже возрастные ограничения включаются. Да, конечно. И ее мы пока перенесли. То есть ее, конечно, онлайн проводить невозможно. Смысла нет совсем, да. Да. А что касается большой церемонии, то да, ну что же. Действительно жаль, что мы не встретимся и не обнимемся и не будем рядом с другой стороны. Это какой-то уже сейчас вполне вошедший в нашу жизнь способ общения, да, онлайн. Я по себе понимаю, что... Я несколько месяцев не видела своих коллег, да, мы все время общались безумие. Все время, бесконечно, целыми днями иногда, да. И когда мы встретились физически, у меня не было чувства, что мы не виделись. У меня не было чувства, что мы разорвали связь, и вот сейчас нам ее надо восстанавливать. Я поверить не могла, что кого-то я не видела несколько месяцев, потому что они как бы все время были рядом. Потому что работа не прекращалась, работа, общение не прекращалась. Конечно, конечно, работа. А у нас работа же, как известно, у театральных людей, да, очень-очень внутри жизни, внутри нашей эмоциональной жизни. И поэтому мне кажется, что это не сдача позиций, это наоборот какое-то утверждение общего дела, общности нашей театральной. Совершенно это не компромисс. Ну, да, в какой-то степени, конечно, что нет иллюзий, да, конечно, это компромисс. Но это не слабость, это наоборот какая-то демонстрация возможностей наших сил, наших доброй воли тем не менее встречаться, общаться. И в этой связи сам процесс награждения, он, конечно, связан, конечно, он как бы склеивает это, но мне по-прежнему, кажется, всегда так было. Мне всегда казалось, что в церемонии важен вот этот момент, когда все номинанты пришли, оказались в одном зале, в одном фойе все вместе. И в церемонии онлайн мы это сохраним, безусловно. Все подключатся, все будут на связи, все будут смотреть то, что будет происходить на сцене музыкального театра Станиславского, на пустой сцене, с пустым залом. Но, тем не менее, мы надеемся, что это будет торжественно, красиво, у нас будут ведущие, конверты, то есть весь этот ритуал мы постараемся соблюсти. Маша, ну я хотела сказать, что какой простор для творчества на самом деле тому, кто будет это все делать. И второе, я, честно говоря, когда ты сейчас сказала, что все это будет на сцене театра Станиславского, я так внутренне сказала «Ура!», потому что вы заявляли это в концертном зале «Зарядье», который большой, объемный, позволял, естественно, рассадить всех в нужном порядке. «Возвращение домой», мне кажется, оно так круто. Вот ты сейчас сказала, и так тепло стало на сердце от того, что это будет там, где много раз проходили церемонии прекрасные совершенно, одни из, я помню, одни из таких самых ярких, когда Митя Черняков ставил прекрасную какую-то версию свою награждение. По-моему, это было в театре Станиславского тоже. Да, 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 музыкальный театр. Да, Женя Писарев делал с цирком вот эту прекрасную историю тоже там же. Тут какие-то запоминающиеся, запомнившиеся исторические уже церемонии, и вы сейчас возвращаетесь, и я вам очень желаю, чтобы эта церемония прошла так, чтобы все ее тоже запомнили. Ну, теперь ее точно запомнят, потому что ее нельзя будет забыть. А можно я тебя спрошу еще об одной вещи? Вот пока у нас есть еще 10 минут, и, мне кажется, нам это важно сказать. Вы ведь тоже, когда поняли, что та работа обычная весной, которой вы обычно заняты, она раз и как-то прекратилась в мой момент, вы начали очень многое делать онлайн. И те дискуссии, те образовательные проекты, те какие-то встречи, обсуждения, вы же транслировали, по-моему, тоже какие-то старые записи, да, были у вас. То есть, у вас прям была очень активная работа весной, и вы были одним из тем ресурсов «Золотая маска для меня», которой я была очень обрадована, что можно посмотреть какие-то старые записи и послушать ваши интересные какие-то встречи, разговоры и обсуждения, как живет театр, как работать с аудиторией и так далее. Скажи, пожалуйста, все эти записи, они сейчас в доступе или они где-то в архивах? Вот все, что вы делали весной. Я поняла. Ну, смотри, с одной стороны, действительно, «Золотая маска» как таковая, онлайн-жизнь в этом смысле, да, это был архив наших спектаклей на портале ОКО, то, что было действительно сделано уже в марте, выложили все, что возможно, где все было хорошо по правам и там была действительно довольно большая коллекция «Золотой маски» на ОКО. Это показывали. Что касается образовательных, дискуссионных вещей, это связано с проектом, образовательным проектом «Золотой маски» Институт театра. Собственно, одним из кураторов, которым я также являюсь, второй куратор Антон Флёр. И мы с Антоном действительно посмотрели, что происходит, как известно, вот эта онлайн-жизнь довольно быстро началась в театре, не только по части выкладывания спектаклей, записи спектаклей. Действительно, начались, спасибо Зуму, началось огромное количество дискуссий, разговоров. И мы посмотрели, как бы, что, чего, может быть, не хватает, на чем интересно будет нам самим сделать акцент и какую основную для нас тему вытащить. И мы подумали, мы делали такую передачу Института театра, собственно, видимо, о чем ты и говоришь, которая акцентировалась на театре как на индустрии, как в таком бизнесе, не в смысле коммерческих, какие-то вещи, а о том, как это устроено с точки зрения дела, с точки зрения управления процессами, реальных, управления, менеджмент, который, конечно же, находится в тесной связи с содержанием, с программированием. И Антон вел эту передачу, нам также было важно связать это с другими видами искусства, с другими властями культуры. И позвали Андрея Паршикова, куратора фонда ВЕСИ, ВЕСИ вместе, они вдвоем, Андрей и Антон, вели эту передачу и приглашали действительно из разных областей, не только театральных, не только руководителей театров, разговаривать именно о том, как устроено дело, прямо вот задавая действительно очень конкретные, очень прагматические, практические вопросы. Действительно, мне кажется, это сложилось в какую-то историю, тем более в такой момент, когда это действительно было, когда такие сдвиги происходят, такие изменения, экономические, финансовые и организационные, это все доступно на YouTube-канале Института театра, на сайте Института театра. Это раздел «Золотой маски», если зайти на сайт «Золотой маски», можно найти «Институт театра», ссылку. Можно найти «Золотой маски», у нас есть отдельный сайт «Institutteatr.ru», и это отдельный сайт Института театра, который существует, и в нем тоже все выложено, так же, как и выложены наши предыдущие живые, то есть видеозаписи наших живых дискуссий, разговоров, которые проходили по большей части в Электротеатре Станиславский, которые мы делали вместе с ними, это академические разговоры Института театра, они тоже выложены. В принципе, у Института театра большой видеоархив действительно каких-то, по-моему, очень существенных конференций, дискуссий, разговоров с участием классных российских и зарубежных деятелей театра и не только художников, что, мне кажется, очень важно, продюсеров, директоров фестивалей. Это то, что я называю здесь в анонсе на моей программе о том, как создается театр, о том, что происходит за кулисами. Вот даю ссылку с Машей Белиной, программным директором фестиваля «Золотая маска» и одним из кураторов программ Института театра в России, что есть большой онлайн-архив, где вы можете все узнать, как все делается, кто это делает, кто сидит за кулисами, кто управляет процессами и как создается театр. Маша, спасибо большое тебе за эту встречу. я очень надеюсь, что онлайн, конечно, он останется частью, мне кажется, театральной жизни, когда спрашивают, а вот он будет или нет. Но слушайте, если мы уже туда зашли, то зачем же его обратно отдавать потом? Мне кажется, надо этим пользоваться. И то, что мы сейчас с тобой говорим, для меня тоже лишнее подтверждение того, что это ужасно круто, потому что вот сейчас вдруг ты начинаешь понимать, что даже если ты соседа зовешь поговорить онлайн, который живет на соседней улице, ну, в силу того, что есть карантин, то тогда действительно возможности становятся безграничными, и вот гостей в студии я могу звать отовсюду, и мне очень приятно, что ты сегодня с утра перед своим рабочим днем большим в самой как бы финале фестиваля большого своего, фестиваль, который стал действительно 2020, да, растянулся на весь год, я вам очень желаю, чтобы это было интересно, следите за тем, кто победит в этом году, потому что это будет очень особенный конкурс, мне кажется, это итоги прошлого сезона, но конкурс особенный, следующий год будет тоже очень особенный, год, который будет подводить итоги этого года, нынешнего, это будет все непросто, я благодарна, Маша, вам всем большого, большой удачи, привет всем членам жюри, всем, кто работает на фестивале, всем здоровья, здоровья и чтобы, ну, как бы все это было в радость, главное. Да, совершенно верно, берегите себя, берегите дело свое, спасибо. Спасибо, удачи золотой маске.